Я, как и все вы, сегодня проснулся в новой стране. Я, как и многие в нашей стране, проспал войну. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле, проснувшись, я узнал, что российская армия получила приказ Верховного Главнокомандующего начать боевую операцию на территории Донецкой и Луганских областей. И я так понимаю, что эта операция будет продолжаться впредь до того момента, когда не будут взяты под контроль российскими и вот этими сепаратистскими войсками территории, именно областей, а не тех местностей, которые еще буквально позавчера назывались ДНР и ЛНР. Ну, собственно, что мы все тут ощутили, или по крайней мере, я точно ощутил. Самое главное чувство, которое я ощутил, это было чувство абсолютной беспомощности и растерянности. Вот до последнего, до вчерашнего вечера я точно не верил в то, что Владимир Путин решится на подобный поступок. Но, тем не менее, он решился, и мы теперь живем совсем в другом мире, в другой стране, в другой исторической данности. Конечно, пройдет какое-то время, я не знаю, правда, сколько это нужно, годы и, может быть, десятилетия, и мы узнаем, кто в чем виноват, как в 45-м году прошлого века мы узнали о том, кто в чем был виноват и кто за что должен ответить. Также и в этой ситуации мы узнаем, кто виноват во всем этом, кто ответит за это все и как, если, конечно, они доживут до этого момента. Но не в этом дело. Важнее нам сейчас понимать, как нам себя позиционировать, что нам об этом думать. Пока, пожалуй, информации недостаточно для того, чтобы делать однозначные выводы, но, повторю, важнее всего это наши выводы о том, кто здесь, на чьей стороне, кто разделяет, а кто не разделяет вот эту позицию тех, кто готов ради удержания власти развязать войну и еще что-то похуже, а, возможно, и просто всех уничтожить, если вдруг вот это не разумеет действия, вот этот момент нужно для себя отметить. Важно сейчас понимать, мы действительно ничего не можем, каждый поодиночке сделать. Скорее всего, будут ужесточаться меры воздействия на тех, кто иначе считает. И, ну, пока, слава богу, военного положения в России нет, но в условиях, если оно появится, конечно, всякое инакомыслие будет не просто запрещено, оно еще и будет и всячески караться. Но пока мы в состоянии еще думать, пока мы все не перепуганы. Отрадно понимать, что по подсчетам ВЦИОМа на данный момент уже 31% жителей Российской Федерации не разделяют концепции внешней политики нашей страны. И это еще, как говорится, они не видели макароны по 500 рублей за пачку и булку хлеба по 150 рублей за пачку. Ну, я думаю, что в скором времени мы все это увидим, потому что уже сегодня американский доллар на бирже пытался торговаться по 102 рубля, и это только начало. Еще не введены никакие действенные настоящие санкции, которые нам обещают со всего мира сегодня с утра. Не знаю, чем все это закончится, но уверен, что процент 31 будет только возрастать внутри страны. Не знаю, каким образом на это будет реагировать власть, ведут ли карточки или там еще что-то они предпримут для того, чтобы помочь тем, кто не в состоянии будет себя прокормить. Но все мы стоим на краю какой-то бездны. И вот даже стоя на краю этой бездны, пожалуй, нужно сохранять здравомыслие. Нужно не поддаваться ни на панику, ни на какие-то провокационные лозунги, выкрики и предложения. Нужно оставаться самими собой. Давайте будем думать, давайте будем анализировать и давайте будем понимать. Когда-нибудь, рано или поздно, это должно закончиться.